Это государство вообще? У меня возникает вопрос. Пан Артема, вы хотели повезти на питание? Я хочу дополнить. Вот коллега сказал, что могут принять любой закон. Мы можем завтра принять закон, что если заказчик строительства не достроил объект, его нужно казнить. Вопрос только в том, кто будет исполнять этот закон. У нас сегодня законодательство вообще на самом деле идеальное. В 2016 году пан Герасченко, будучи тогда уже заместителем министра МВД, пишет у себя пост в фейсбуке. И пишет о том, что обвиняя Войцеховского в строительной пирамиде, где имеют прямое участие, он до сих пор есть у него на странице, прямое участие чиновники ГАСКО, Киевской городской администрации, прокуратуры, полиции, даже тех коллег, которые сегодня у него в рядах, судьи, в том, что сегодня люди остались без квартир. Как вы думаете, с 2016 года, ну вот Войцеховскому купили билет в Польшу, он улетел. Я думаю, его купили сами следователи. Так вот, с 2016 года нет ни одного, ну не то, что с 2016, у нас вообще в Украине нет ни одного случая, где бы застройщик сел в тюрьму. Реальный срок, чтобы он находился в тюрьме. У нас ни одного случая нет, чтобы чиновник сел в тюрьму за вот такие вот схемы. Как вы думаете, хоть одна пидозра, одна пидозра стрелить чембула направлена на хоть одного чиновника с 2016 года после данного заявления Герасченко? Ни одного? Нет, в уголовном деле нет ни одного чиновника, который бы имел прямое отношение, либо сотрудника полиции, о котором здесь вот написано, который бы имел отношение к этим всем строительным схемам. Мы сегодня знаем, вот министр молодежи и спорта Жданов выдавал квартиры, люди остались без квартир. У нас департаменты Денисенко возглавлял тогда вместе с Даниловичем, это чиновники КМДА, которые подписывали договор с Войцеховским и отправляли туда очередников. И эти люди остались без квартир, эти объекты недостроены. И у нас правоохранительная система не выполняет свои обязательства. Так вот, написав любой закон, мы завтра будем иметь закон, где мы можем казнить, имеем право, да, правоохранительная система будет завтра казнить этих застройщиков, если они не выполнили. Но сама правоохранительная система не делает ничего, чтобы выполнить даже те законы, которые у нас есть сегодня. Более того, за все эти годы Герасченко не выполнил свои обязательства, как замминистр МВД, вместе со следователями, со всеми остальными, с его реформами, он сегодня возглавляет межведомственную рабочую группу, где подан как раз вот этот законопроект депутата Елены Шуляк, который они сегодня проталкивают для того, чтобы снять всю ответственность уже с тех, которых они должны вот здесь вот посадить. Они снимают всю ответственность с них и перекладывают на простых людей, которые уже выполнили свою ответственность по договору. Так, у меня вопрос. Замминистр МВД, который не выполнил свои обязательства, что он делает в межведомственной рабочей группе? Продолжение следует...